Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях известный исследователь, аналитик Фикрет Шабанов. Здравствуйте, господин Шабанов. Добрый день, Михаил. Приветствую вас и ваших зрителей. Как говорили наши с вами предки и христиане-мусульмане, ходившие в святые земли, мир в дому вашему. Спасибо большое, господин Шабанов, взаимно. Сегодня мы, правда, будем говорить о очень сложных темах, но о них стоит поговорить. Давайте с вами начнем, конечно, с ситуации, которая сложилась в плоскости международного права. Вот мы в прошлой неделе наблюдали, как французский парламент, по сути, попирает суверенность Азербайджана, обращаясь к европейскому парламенту с призывом ввести санкции против Азербайджана и апеллирует, значит, к праву на самоопределение карабахских армян, хотя у армян есть свое государство. Но в общем и целом это очень опасные процессы, которые инициируются, как ни странно, западной страной при заявлении Макрона по поддержке армян, безусловной. Вот как вы все это оцениваете? Ну, естественно, ситуация манипулирования с международным правом она сейчас определяется главным, так скажем, критерием разрушения этого права, которое было как раз написано этими же пятью членами Совета Безопасности ООН для мирового управления. Если они сами написали, сами его разрушают, значит, мы на пороге, как говорил один из, значит, актеров или один из героев художественных фильмов, мы на грани большого шукера. Что это означает? Это означает, если, например, Франция сейчас говорит о том, что она очень переживает за, в кавычках, самоопределение карабахских армян, естественно, ей пора вспомнить о том, что у Армении есть государство, она самоопределилась, точнее, у лиц армянской национальности. Но для этого нужно вспомнить о корсиканцах, которые не имеют свое государство. Для этого нужно вспомнить о Ван Ууту и так далее, других государств Океании, которые, кстати, в формате движения неприсоединения, где председательство Азербайджан, в Азербайджане открыт офис государств, которые хотят освободиться от французского колонизаторского правления. Мы должны вспомнить о 14 государств Африки, которые де-факто колонии де юре независимы. Что это означает? Они до сегодняшнего дня не могут свою валюту или свою финансовую систему без привязки к еврофранку, то есть французскому франку, ввести свою экономическую политику. Это раз. Все, что эти страны зарабатывают, она обязана 50% конвертировать по тому курсу, который устанавливает французский центральный банк. И, естественно, остальные 50% на развитие своей экономики она не может тратить самостоятельно, без разрешения или без согласования с Парижем. Поэтому, как говорится, у кого бы, как говорится, мычало, такого уж лучше бы франция помолчала. Исходя из этой концепции, я хочу сказать, что это не только единичный случай с Францией. Так поступает Америка, так поступает Россия, так будет поступать Китай в Азии. Мы с вами сейчас находимся на этапе формирования нового миропорядка. Если мы вспомним заявление в прошлом году, заявление Байдена о том, что старый мир умер и надо формировать новый мир, они все дали месседж, как его формировать, пока не знаю. Каждый из них пытается формировать мир через свое внутреннее усиление и давление на колонии или продавливание определенных стран и элит, которые должны служить или группироваться вокруг определенного мира. Например, Франция, франкофонский мир. Вторая часть этого давления на Азербайджан или, так скажем, на Кавказ, это политика Франции с Грузией. И, естественно, Грузия является стратегическим горлышком бутылки, через которой проходят все логистические, энергетические, так скажем, коммуникации как Азербайджана, так и в проекте в будущем Центральной Азии. А сейчас немного есть там Центральной Азии. Например, присутствие на портах Казахстана, соглашение между Узбекистаном и Грузией и так далее. То есть, Франция хочет за собой застолбить дорогу. Так как она не может получить монопольную дорогу или монопольное правление на территории Южного Кавказа, она использует, как обычно она использовала 100 лет назад армян в своей гнусной политике. Просто мне очень непонятна политика армян, интеллигенции, которая не запрашивает раскрытие архивов французского МИДа 100 летней давности, как с армянами поступили французы. Я рекомендую получить доступ к этим архивам и опубликовать, и призывая МИД Франции опубликовать эти архивные документы, где были, так скажем, официальные документы отношения Франции к Армении, к армянам и форма, значит, их эксплуатации, где черным по белому зафиксировано, что ради интереса Франции они готовы утопить весь армянский народ в крови, как это они делали при распаде Османской империи. Поэтому я к этим вопросам отношусь только как к телодвижению Франции и их хотелке. Выстоит ли Азербайджан? Конечно, выстоит. Восторжествует ли понимание кавказцев, кавказская справедливость? Конечно. В Грузии же люди столько лет сохранились на своих территориях. Что спасло? У нас на Кавказе есть свои законы, они называются адаты. И это знают и грузины тоже. Именно малочисленность, коммуникабельность и твердое понимание, что мы маленькие, но нас хотят использовать в своих целях, дает нам возможность всегда держаться друг за друга. Потому что иначе, если сегодня не будет Грузии, завтра придут за азербайджанцами. Или наоборот. Поэтому я думаю, что вопрос Армении это вопрос существования государства Армении на территории Кавказа в этом историческом этапе развития. Я думаю, что под него подведут могилу как Россия, так и Франция, и же с ним. Поэтому я считаю, что любые телодвижения Франции, начиная от признания Сарсаха, как мы его называем, и заканчивая вот этими телодвижениями Сената с призывом к правительству объявить бойкот, эмбарго, или даже на международной арене, в том числе Совете безопасности, антиазербайджанская политика, я думаю, что больше бумерагом ударит по Франции. Хотя бы по одной простой причине. Франции нужен уран. Через лет 10, у него остановятся атомные станции. Уран только сейчас есть во Франции, в Узбекистане, в Казахстане. У меня вопрос к французам, китайский. Как вы его будете вывозить через Баку? Тогда посмотрим. Вот мой ответ. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый революция позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Достудент Шабанов, как вы считаете, вот то, что мы сейчас наблюдаем, это действия Франции против Азербайджана, либо это действия Франции, направленные в том числе против конкретно Алиева, которая демонстрирует явную независимость региональной политики с инвестами, с другой стороны, выстроил очень конструктивное отношение с Турцией. Вы своеобразным очень региональным игроком, потому что Турция в НАТО, с другой стороны, у Турции свои интересы. Вот как вы считаете, направлена ли сейчас политика Франции на сбитие Алиева как политическая фигура в Азербайджане? Ну, в первую очередь. В первую очередь именно политика не только Франции определенных кругов Запада, она направлена лично против господина Алиева, потому что его, так скажем, политика, приведшая страну, значит, к восстановлению территориальной целостности, она шокировала многих на Западе. Они этого не ожидали. Дело в том, что в мировой политике есть такой термин – конфликтное управление территориями. Пока на территории Кавказа был конфликт, им удавалось манипулировать азербайджанцами, грузинами, армянами, параллельно иранцами, параллельно турками, параллельно также россиянами. Сейчас этого конфликтного управления уже нет. Это первое. То есть здесь вопрос стоит у личности, которая ведет страну, я действительно в хорошем смысле слова вкладываю здоровое понимание к независимости, которая в Азербайджане, наверное, последние 30 лет она была номинальной из-за проблемы в Карабахе. Сейчас восстановлен суверенитет на всей территории. Вот теперь можно говорить, что Азербайджан независим, и его суверенитет распространяется на всю ее административную политическую границу. Второе, конечно, самое главное, это направлено против своего соперника по Ливии, это против Турции, потому что ее интересы соприкасаются с Турцией в Ливии, ее интересы соприкасаются к Кипре, ее интересы соприкасаются с определенными энергетическими проектами, где компании Total, степ-бай-степ, начиная от Ирака и заканчивая морями, и в том числе Египтом, выдавливают. Ну и, конечно, последняя геополитическая проблема для Франции, это создать все препятствия для создания прямого выхода Турции через Генгизуевский коридор Азербайджан на тюркский мир, формирование тюркского геополитического пространства, на который будет, или наоборот, тюркски будет нанизываться комбинация формирования нового миропорядка и ее части глобальный юг. Вот как формируется исламский глобальный юг с тюркской сестивиной, я думаю, что французам на Востоке уже точно делать нечего. Как раз вы у меня перехватили вопрос, господин Шабанов, по поводу Зангизурского коридора, вот вы знаете, это и безусловно знаете, да, вот любые страны не могут вообще о чем-то договориться, когда они подлинно независимы. Вот сейчас по проблематике Зангизурского коридора, вот честно сказать, возникает много вопросов по поводу независимости Армении. Я объясню, почему. Потому что вот армянские границы охраняют пограничники-фсбшники другого государства, России, так? Соответственно, можем ли мы говорить о независимости Армении и вообще о возможности заключения мира с Азербайджаном, когда есть российский фактор и Армения просто от него отказаться не может, но элементарно взять под контроль свои же границы? Я думаю, что то, что вы озвучили, надо немножко исторически к этому подойти. Дело в том, что переселение армян, значит, переднюю Азию на восток, а в частности на Кавказ, они были переселены из Индии, из Мадраса. Главным определителем того, что я сейчас говорю, нужно задать вопрос армянской публике о том, что когда у вас отмечается День Печати? День Печати отмечается в Армении с изданием первой газетной страницы в Индии, в Мадрасе, как первой армянского издания, печатного издания, понимаете? Это первое. Второй момент, то есть это расцвет этого народа, а я всегда говорил, повторюсь, на вашем канале, слово армяне или армяне придумано историками или лжеисториками Ватикана. И если мы сейчас вернемся к нашей с вами практической реальности, потому что в каждом народе под сознанием живет определенная их историческая память. Вот я, например, могу задать украинцу вопрос. Ты украинец или вы украинец? Это первое. Например, ответ да. Я задаю. Вы с Украины? Ответ да. Теперь у меня вопрос. Когда армяне друг друга встречают, они называют друг друга, не говорят, ты армянин, они говорят хаес. Хаес – это племена хаев, то есть ты хай, ты из этого племени. Второй вопрос. Почему сами же армяне, посмотрите русскоязычные армянские издания, они пишут хаястан, а почему не Армения? Вот вопросы о том, что всегда должны исторически рассмотреть. Ответы лежат на плоскости. Это ничья такая, националистическая пропаганда. Мы говорим о науке. Понимаете, если вы антропологически выглядите как китаец, ну невозможно вас приравнять, например, к национальности германских племен. Я образно говорю. Так и здесь. Ответ лежит на плоскости. Теперь второй вопрос. Я иногда публикую в телеграм-канале, кстати, у меня к вам будет большая личная просьба опубликовать ссылку на мои социальные сети. Я иногда публикую записки представителей России в виде генерал-губернаторов, военачальников на территории Кавказа, которые черным по белому пишут о том, что они целенаправленно на Кавказ переселяют вот это население из Османской Турции и из Ирана. Там несколько было исторических договоров. И они создали, кстати, вот недавно, позавчера выступал армянский сам политолог, сам о том, что я вам говорю, я поделился на телеграм-канале об этом, говорит, что нас сюда переселили и создали христианскую страну. Только она христианская, к сожалению, многие так ее принимают, но она монофизическая. И она далеко не очень-то дружелюбно живет, как с православием. Я уже не говорю про католицизм. Поэтому, исходя из этой концепции, мы можем сделать вывод, когда проект создан другими, то если ты не создавал и ты не автохтонный народ на этой территории, то, естественно, те, кто являются твоими прародителями, они будут тобой управлять. И так как на земле здесь создавала Армению Российская империя, она должна была управлять или опекать эту Армению. Вы слышите, наверное, иногда заявления официальных лиц Российской Федерации говорят, что если Армения уйдет на Запад, это конец ее государственности. Как вы думаете, с чем это связано? Или иногда российские представители Госдумы говорят, что мы вас создали, мы вас же и утопим. Например, Алексей Толстой. Например, политолог Марков. И многие другие. То есть я могу перечислять фамилии. О чем они говорят? Это разве только угроза Армении? Это не только угроза. Это отсылка к их истории, что мы вас создали. Естественно, при распаде Советского Союза Армения представляла для Российской Федерации по инерции, как сфера ее интересов и, конечно, как кинжал в спине мусульман. Я имею в виду мусульман Турции, мусульман Ирана. Но в первую очередь она представляла собой военный пластарм со страной НАТО. То есть в данном случае это Турция. То есть если бы был там Кипр, то же самое было. Понимаете? Поэтому это вторая причина. И, конечно, наверное, последняя причина, что Россия, обеспечивая свое присутствие в Армении, она обеспечила свои интересы. Естественно, она их будет оберегать. То есть наличие 102-й военной базы, наличие базы радиолокационных станций раннего оповещения для космических, значит, ракет своих. Я не знаю, эта станция сейчас сохранилась или нет, но, по крайней мере, до последнего момента она была. Ну и, конечно, как вы озвучили, пограничные войска Российской Федерации, которые контролюют все границы Армении. Даже прилетая в аэропорт Звартноц в Армении, вам печать, паспорт ставят пограничник Российской Федерации, не армянский пограничник. Поэтому, когда говорим о самостоятельности Армении, ну это, наверное, у серьезных людей вызывает смех. Единственное, что господин Пашинян, естественно, по-армянски, это у них в Монакавказе у нас такая шутка есть, как говорят про аддеситов, естественно, по-армянски пытается вылезти из-под влияния России. Но у него не получится уйти на Запад без мирных соглашений, как с Турцией, где в Конституции Армении закреплено конституционно претензии на, по-моему, пять вилаетов, то есть областей Турции, что это является частью, в кавычках, исторической Армении. И второе, ее территориальные претензии, где в Конституции закреплено, что Нагорный Карабах является частью Армении. То есть пока, вот поэтому вчера господин Пашинян заявил, что нужно менять Конституцию Армении. Это правильно. Потому что если вы хотите уйти на Запад, нужно сделать мирный договор. А мирный договор нужно сделать после отказа от претензий к соседям на их территории. И вот в данном случае, если она уйдет на Запад, то здесь ключевым фактором является фактор границ и коммуникаций. Потому что Армения де-факто заблокирована. В ней есть только два пути. Иран и Грузия. И она не может развить свою торговлю с Западом без Турции. Понимаете, морские порты Грузии не дают этой возможности или широты контактов. Потому что в Турции находится больше 85 мировых транснациональных корпораций, американских, английских, я не знаю, тех же французских, с которыми Армения могла бы вести торговлю и увеличивать свой торговый баланс. Она не может без соглашения с Турцией. Это раз. Армения до сих пор продолжает быть маленьким или большим, но рынком сбыта для России. И в том числе, значит, источником тех же абрикос для России. Но мы видим, что иногда закрывается из-за снега перевалы в Грузии, армянские машины ехать не могут. Раз. Армения не может торговать с Россией. Два. Потому что отсутствует железная дорога. Она была проложена в советское время через Азербайджан. И вот здесь предлагается вариант. Вариант номер один. Это калининградская модель. То есть без досмотра грузов мы из одной части едем в другую часть. То есть Азербайджаном на Хичеване. Есть второй вариант. То есть дополнение к первому. А то, что международно, например, Турция, Узбекистан, Иран, я не знаю, в Казахстан через этот Зангизуевский. Тогда, пожалуйста, пусть армянская таможня и граница рассматривает его. Я хочу сказать, что у Армении есть атрибутика независимости. Она заложник своего геополитического, географического нахождения. И на протяжении всей своей истории она ищет себе хозяина для того, чтобы через своего хозяина или патрона давить на Турцию и на Азербайджан, получать экономические дотации, потому что армении экономики нет. Экономические дотации и преференции ради того, что она выполняет функцию врага для Франции, для России, для Вашингтона в антитюркском, турецком, азербайджанском кейсе. И, естественно, является союзником для Ирана, который не хочет открыть из Ангизурского коридора, но дала согласие, чтобы этот коридор прошел через территорию Ирана, потому что иранцы будут на этом зарабатывать. Понимаете, армяне даже математически не могут посчитать, что на этом можно зарабатывать. Понимаете? А иранцы, они ушли. Они пошли на это соглашение. Ну, естественно, здесь идет, так скажем, на дальних рубежах Индия, которая вот три дня назад наш сайт «Калибер» показал поставку вооружений через Иран в Армению вооружений. Мы определили, что это вооружение Российской Федерации. И заявление официальных членовников в Армении, что все-таки Россия начала выполнять контракт, по-моему, 400 миллионов долларов, поставку вооружений в Армению. У меня вопрос. В Армении идет большая миграция ввиду экономических проблем. Для чего Франция, Индия и Россия пичкают Армению оружием? Значит, она готовится к решающему сражению за Кавказ. Победит ли в этом тандеме Россия-Турция или Франция-Иран? Время покажет. То есть вы ожидаете определенного реванша со стороны Армении, то есть попытка вновь оккупации Крыма? Нет у Армении права реванша. Это решение принимается или в Москве, или в Париже, или в Тегеране. Нет у нее этой возможности, поймите. У нее даже армии нет. В классическом понимании армии нет у нее. Но если ваша система РЛС или космическая информация зависит от России, какая у вас может быть армия? Вот у нее были до войны, она купила там, по-моему, 5 самолетов Су-135. Взлетел хотя бы один из них. Нет. Они под конец войны, то есть я имею в виду Россия, чтобы запугать Азербайджан и принудить к миру, они руками армян запустили по ШШ ракеты, если я не ошибаюсь, С-400. У нас на бульваре, в парке Победы в Азербайджане, лежат осколки этой ракеты С-400. Кстати, эта ракета другой модификации, которая не продавалась Армении. То есть это российская модификация ракеты. И вопрос, как российская ракета С-400 оказалась на территории Армении, где руками армян этой ракетой нанесли удар по Азербайджану, даже по Баку. Об этом пишут в прессе, но в Азербайджане не хотят это политически, значит, раздувать эту проблему. Я думаю, всему свое время. Понимаете? И по Баку наносились удары, по-моему, две ракеты. По Баку и одна ракета упала где-то на границе дальше с Российской Федерацией. Есть у нас территория Куба, Хачмас в этой зоне. Поэтому вот эти четыре ракеты С-400 удара по Баку с территории Армении нанесла Россия. Об этом публично не говорят. Чтобы принудить Азербайджан к миру, так называемому мирному соглашению. Где у Армении самостоятельность, независимость в принятии даже таких решений? Она эти решения не могла принимать. Господин Шабанов, спасибо вам большое за это интервью. Вот как и обещал Ёмко. Спасибо вам за уделенное время. Я знаю, у вас очень плотный график. Надеюсь, что в будущем вы иногда сможете давать тоже интервью. Господин Федрит Шабанов, известный исследователь Южного Кавказа и в целом в мировой политике, был сегодня с нами. Большое спасибо, господин Шабанов, за очень интересное интервью. Спасибо, Михаил. Всего хорошего и мир дому вашему. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...